здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска рассадный период позади а до сих пор еще актуальна тема прищепки петуни и с вашего разрешения мне бы тоже хотелось немного порассуждать на эту тему потому что есть кое-какие наблюдения из личного опыта в качестве видеоряда я пущу цветение петунии в начале июня этого года и в некоторых местах для примера буду вставлять фото прошлых сезонов я думаю те кто следят за моим каналом узнают петунию прошлых лет и увидят где цветение этого года начну издалека первый год я выращивала петунию с ольгой борисовны с канала биотехника там я узнала профессиональных семенах о том как их правильно проращивать когда переваливать и о том что ампельную петунию прищипывать не надо так как она генетически устроена так что без нашей помощи закладывает множество побегов рассада того года после пикировки стояла без подсветки на западном окне и конечно изрядно вытянулась и вся переплелась между собой я с трудом отделяла один куст от другого и с не меньшим усилием пыталась сохранить побеги при высадке сейчас я вам показываю наглядно как выглядела моя петуния в мае того года это длинные палочки с цветами на концах побегов а вот теперь посмотрите как это же растение выглядело уже в июле явно видно что растение отрастила очень длинные плети копна очень густая и вся в цветах но видно как длинные плети сдувала в одну сторону и растение получился однобоким в данном случае выглядит неплохо потому что кашпо красивая но если бы на этом месте висело строительное ведро то вариант был бы проигрышный вот для сравнения та же самая опера белая в этой же беседке практически на том же месте осенью 2019 года сформированная на стадии рассады по краю горшка плети конечно не достали до цветочков нижнего ящика как это было в 2017 году когда я не формировала петунию вообще но зато кашпо не оголилась и это ровный аккуратный шарик а вот вариант той же самой оперы белой на том же самом месте в этой же самой беседке но здесь растение начало наращивать скелетные побеги уже в большом кашпо поэтому посмотрите как параллельно много развилась боковых побегов и поэтому этому растению точно не нужна была формировка кстати такая же история была с тайдалом сильвером но вот его все равно пришлось подстричь так как каскадные петунии они очень неряшливы по форме если еще их не стричь что это будут очень клевобокие растения жаль этих фото у меня не сохранилось второй год я выращивала с учетом своих ошибок я все же стала прищипывать стадии рассады но так как я прищипывала и центральные побеги я получила лысину в центре куста хотя по окружности благодаря прищипки они меня устраивали гораздо больше чем предыдущий сезон третий год я выращивала петунии со светланы логиса у нее я услышала про формировку петунии и кстати про то что нельзя прищипывать центральный побег хотя она сама прищипывает все но я сделал свои эксперименты решила что я центр прищипывать не буду вот после этого сезона я начала понимать характер роста ампели и как с ними надо обращаться ну так кто же прав надо или не надо прищипывать петунию вроде бы по моему опыту и в том и в другом случае петуния выглядела декоративно но конечно не учитывая майский период в первый год когда петуния действительно выглядела как обглотанные палочки однажды в комментариях один зритель прислал мне фото петунии wave pink сделанный в америке кашко висела на уровне головы человека а плети опускались почти до земли можно ли вырастить такое растение я думаю что да но придется соблюсти ряд условий первое никакой прищипки только в этом случае длина плетей будет близка к заявленным второе обязательно благоприятные условия для произрастания без температурных качелей чтобы растение не болело и достаточно продолжительного теплого лета либо наличие оранжерей чтобы эти самые плети просто успели нарасти а чтобы на начальном этапе не было таких голых палочек как я вам показывала надо создать идеальные температурные условия на стадии рассады то есть днем тепло ночью прохладно чтобы растение не тянулось и также очень важно чтобы вовремя как только скелетные побеги достигли края горшка пересаживать в большой объем тогда растение бросает силы на корневую скелетные побеги тормозятся но закладывается уже тогда и параллельно множество побегов из пазух и конечно не стреляет центральный побег в таком случае корневая система и вегетативная масса растения будет развиваться параллельно и куст будет выглядеть более гармонично а что имеем мы первое теплый сухой воздух жилых помещений второе не у каждого есть подсветка третье часто мы ограничены в пространстве и вынуждены держать рассаду в не очень больших емкостях в результате мы вынуждены обрезать питунью по краю горшка и это лучше чем потом мучиться с вытянутыми побегами и в результате частично все равно их переломать при пересадке да мы получаем несколько иную форму чем заявлено у ампелей то есть ближе к шарику а не к водопаду но наши погодные условия все равно нам не позволят вырастить такие гигантские плети у многих лето очень короткое и часто непредсказуемое хотя в первый год когда я вообще не стригла питунью действительно плети наросли намного длиннее чем например во второй и в третий год хотя лето было холоднее так что выбор всегда остается за каждым личным смотрите подбирайте блогеров которые живут приблизительно в таких же погодных условиях что и вы и правильно сказала светлана выращивайте с кем-то одним хотя бы в рамках одного сезона еще хочу сказать про тайдалы что я бы ни при каких благоприятных условиях не отпустила бы их свободное плавание то есть обязательно формировала бы их и кардинально кроме центрального побега только тогда они выглядят аккуратно и причесано а вот сериями опера вандервейв вейв я бы поэкспериментировала это если кашпо будет висеть а не стоять на полу иначе эти длинные красивые плети будут стелиться по земле или по брусчатке и просто забрызгиваться грязью при дожде у меня опыт выращивания питуньи всего четыре года я вполне могу ошибаться но вы послушав многих можете сделать вывод лично для себя а я сделаю свой вывод питунью можно прищипывать а можно и не прищипывать но если вы выбрали второй путь он не простой и для этого вам придется создать ваше питунье много благоприятных условий это наличие оранжерея зимнего сада или отавливаемые теплицы назовите как хотите где питуньям будет не жарко и не холодно а главное ее можно будет вовремя посадить в основной объем грунта как в принципе у ольги борисовны что говорить там созданы все условия по поводу мнения что прищипывать питунью нельзя и что прищипка вообще может погубить растения я разговаривала со своей зрительницей антониной ванной кофтун и она сказала очень хорошее замечание прищипка это стресс пересадка в открытый грунт или кашпо тоже стресс а если еще наложится неблагоприятные погодные условия проливные дожди и низкие температуры то скорее всего такие растения будут угнетены больше чем те что были хотя бы не прищипнуты поэтому надо запомнить что после последней прищипки до высадки на постоянное место жительства должно пройти какое-то время я думаю что две недели будет достаточно конечно не каждый год у нас бывает такая холодная дождливая весна но лучше предупредить чем лечить будете ли вы прищипывать питунью или нет это только ваш личный выбор а на сегодня это все благодаря вас за просмотр всего самого-самого доброго